Привет, капитаны! Уфилий о W Channel, канал, где изучают корабли. Сегодня я расскажу тебе о моём любимом. Бой начинается. Жду приказов, приём. Недавно мы рассмотрели суперновинку начинающегося аукциона Эсминец Далларна. Очень интересный кораблик, обязательно посмотрите обзор, кто ещё не видел. А сегодня изучим ещё один главный лот аукциона, суперкрейсер Клаузевиц. Напомню, что корабли будут продаваться по такой же схеме, как было на летнем аукционе с Патри и Эдгаром, которые уходили тогда за примерно более чем 250 миллионов серебра. А в патче 0.11.9 их можно взять за обычную для суперов цену. Аукцион начинается 29 сентября и продлится до 3 октября. Корабли будут двумя отдельными лотами. Минимальная ставка 100 миллионов кредитов. 500 лотов для всех 4 серверов в сумме. Да, несмотря на то, что игры у нас разделяются, этот аукцион пока ещё пройдёт один на всех. Следовательно, ценника меньше, чем 250-270 миллионов я бы не ждал. А кто хочет реально взять корабли сейчас, то лучше ставить чуть больше 300 тысяч. Лот включает в себя корабль и 11-очкового командира. Аукцион пройдёт по правилам единой цены. То есть все победители платят минимальную сыгравшую ставку, как и в последний раз. А для всех остальных игроков, возможно, менее зажиточных, а может быть просто более благоразумных или менее азартных, эти корабли будут доступны обычным способом, как и другие суперкорабли. С выходом патча 0.11.11. Так что кому надо очень срочно, раскошеливаемся уже сейчас. Кто же не так вожделеет, спокойно ждём и берём всё в патче 0.11.11 за нормальные цены. Ну или вообще не берём, если вы ярый противник суперкораблей. Лично мне Далларна понравилась. Прям очень. А вот с Клаузевицем всё не так просто и несколько напоминает ситуацию из легендарной музыкальной композиции в начале этого ролика. Ведь изначально, когда суперкорабли только вышли, то нам объясняли их высокую стоимость и дорогую экономику тем, что это особые корабли с уникальными механиками. И поначалу так и было. Но потом выходит по три, без каких бы то ни было новых механик, а теперь вот и Клаузевиц. Но это только полбеды. Ведь в случае с Клаузевицем в блоге разработки нам сказали, что у него не будет уникальных механик, что компенсируется значительным улучшением характеристик относительно Генденбурга. То есть создаётся впечатление, что корабль настолько крут и мощен, что не нуждается в альтернативных механиках, чтобы составить достойную конкуренцию другим суперкораблям. И в какой-то момент тестирование так и было. Особенно, когда кораблю подняли урон с фугасов. Но затем ему увеличили время перезарядки главного калибра с 9,6 до 10,5. И вот теперь, когда я открываю в порту ТТХ Клаузевица и Генденбурга, и вижу, что у Клаузевица 12 орудий калибра 210 мм со временем перезарядки с модулем 9,2. А у Генденбурга также 12 орудий калибра 203 мм с перезарядкой 8,6. То есть на 0,6 секунды быстрее. При этом урон снарядов, на первый взгляд, кажется, у Клаузевица совсем не намного больше. У фугасов 2,950 против 2,500 у Генденбурга. Начальная скорость полета снаряда такая же. Пробитие фактически одинаковое. 51 и 53 мм. Шанс поджога лишь чуть-чуть выше. 17% против 15 с флажками. И по первому впечатлению, я вообще не ощутил, что у Клаузевица орудие мощнее. Как в бою, так и при беглом изучении ТТХ. Однако, когда я не поленился и все-таки составил таблицу, за которую вы, конечно же, обязательно ставите лайк, то стало очевидно, что ДПМ на фугасах у Клаузевица все-таки на 10% выше, чем у Генденбурга. Но правда на бронебойках на 2% ниже. Но в основном это все-таки корабль для фугасного геймплея. Поэтому по главному калибру Клаузевиц все-таки чуть мощнее. Однако лично, на мой взгляд, недостаточно для разницы между 10 и 11 уровнем. Тем более с учетом того, что у Клаузевица нет никаких альтернативных фич. Извините меня, но когда Анаполис или Канде, или тем более Эдгар, это три других имеющихся на данный момент суперкрейсера, врубают в свой альтернативный режим серия залпов, то соперник сразу понимает и очень явно ощущает на своей шкуре, что связался с суперкораблем. А вот Клаузевица он получает лишь на 10% больше ДПМа, чем от Генденбурга, что в бою можно вовсе не ощутить. Но чтобы мы не сильно переживали, Клаузевицу прикрутили еще пятую торпеду. То есть у него теперь 4 веера по 5, а не 4 по 4, как у Генденбурга. Сами торпеды одинаковые. Но это из серии мелочь, а приятно. Ибо торпед Генденбурга и так вполне хватало для пикирования. Еще новинки незначительно усилили ПМК и ПВО. Накинули 6550 единиц боеспособности. Выдали бронированную палубу 50 мм вместо 30 мм, удлинили 40 мм полоску носового бронепояса. В остальном бронирование фактически идентичное. Также добавили один узел скорости, а маскировку ухудшили на 0,2 км. Что касается вертлявости корабля и его общих габаритов, то по цифрам и моим ощущениям я не сказал бы, что Клаузевиц ощущается более громоздко, чем Генденбург. И это, конечно, плюс. Но в итоге получаем, что перед нами лишь чуть улучшенный Генденбург, которому накинули немного боеспособности, лучше забронировали палубу, увеличили ДПМ на фугасах на какие-то 10%, ну и пятая торпеда почти как зайцу пятая нога. И по ощущениям корабль играется точно так же, как и Генденбург, только чуть более живучий. Да еще он на 700 метров дальше стреляет. Если учесть, что Генденбург нравится многим игрокам, является одним из самых популярных крейсеров 10 уровня, а некоторые обзорщики его даже считают лучшим крейсером для новичков, чего я не разделяю, то поиграть на чуть улучшенном и более живучем Генденбурге почему бы и нет. Еще больше живучести, еще больше комфорта, еще больше торпед в клинче. Но вот только на мой взгляд, на фоне других суперкрейсеров, Клаузевиц выглядит слабоватым и скучноватым. И два боя, которые я на нем сыграл, получились такими же. Но как обычно, я вам показываю все как есть, ибо у меня нет цели построить из себя крутого нагибатора, а задача – показать корабль честно. В первом бою было сложновато против довольно скиллового отрядика из Канде и Марсо. Плюс в начале вы видели, как хорошо прилетело от Айовы. Во втором неплохо торпедировал линкор, благо торпед для этого много. Но основное время боя скучновато накидывал фугасиками, то есть типичный геймплей Гинденбурга, за что я его не очень люблю, в отличие от других, гораздо более драйвовых крейсеров. Да, я знаю, что у Гинденбурга мощные бронебойки, и у Клаузевица тоже, но как-то не было возможности их реализовать в этих боях. Может, бои такие попались, может, командир такой. Но лично мне хватило этих двух боев, чтобы понять, что кораблик так себе. Для коллекции супергероев, конечно, сойдет. Вот, любителям Гинденбурга тоже может понравиться. Но на полноценный суперкрейсер, лично на мой взгляд, корабль не дотягивает. Вот Далварна мне очень зашла уже после первого же боя. Там сразу было видно, что крутой аппарат. А Клаузевиц показался недостаточно суперским. Такое вот мое мнение, которое, надеюсь, поможет вам принять свое решение по данному аппарату. Не забываем также поддерживать канал, чтобы видео могли продолжать выходить. Все нужные ссылки в описании. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был Суперджедай. Нужна разведка. Она уже восхинец противника. Наша команда близка к победе. Аналитарский лимфон. Корректировщик. Возвращаюсь на корабль. Союзники, нужна разведка. Союзник, требуется твоя поддержка. Союзники, нужна разведка. Ликвидировать указанный объект. Обнаружен крейсер противника. Треугольник противника ликвидирован. Наша команда получила преимущество. Бой начинается. А ну, выры метнулись все сюда. Есть. Обнаружен вражеский ликвид. Обнаружен вражеский крейсер. Обнаружен линейка противника. Обнаружен линейка противника. Корректировщик возвращается на корабль. Обнаружен линейка противника. Ор월... Продолжение следует. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...